Поговорим о метриках. Если есть произвольное поле, то мы говорим, что оно метризовано. Если от любого элемента этого поля можно вычислить некоторую функцию f, которая обладает следующими хитрыми свойствами. Все ее значения – это вещественные неотрицательные числа, причем f от нуля – это ноль, а у всех остальных чисел функция f больше нуля. Ну, f от единицы единицы, хотя это я могу и не говорить, потому что важно, f от произведения – это произведение. f от x на f от y, да, это f от x и y. И неравенство треугольника. f от суммы x плюс y любых двух элементов не больше, чем f от x плюс f от y. Любой, кто хоть чем-то занимался в математике, знает, что для вещественных чисел такая функция есть – это модули. Оказывается, однако, что не только модули. В качестве такой функции годится х в степени ρ, где ρ – любая конкретная величина, больше нуля и меньше или равная единице. Смотрите, если ρ равно единице, то это привычный модуль. Если ρ меньше единицы, то это другая функция. Но все равно аксиомы наши выполняются. Для произведения это совсем очевидно. А неравенство треугольника записывается в виде x плюс y по модулю в степени ρ должно быть не больше, чем модуль x в степени ρ плюс модуль y в степени ρ. Как доказать, что это неравенство выполняется? Это очень просто. График y равняется x в степени ρ выглядит примерно так. Если ρ равно единице, то это просто такая прямая. А вот если ρ меньше единицы, то он над прямой y равно x на отрезке от нуля до единицы. Смотрите, единица – это модуль x разделить на сумму модуля x и y плюс модуль y разделить на сумму модуля y. И вот это же число у нас от нуля до единицы, и это тоже от нуля до единицы. Возвести в степени ρ число от этого не уменьшится. И после этого на знаменателе домножить получится вот такое вот неравенство. Ну а функция введения в родную степень она не убывающая, поэтому x плюс y по модулю в степени ρ не больше, чем сумма в родной степени. Итак, для вещественных чисел мы указали даже бесконечно много метрик. Ну, правда, по сути, она все равно одна, потому что понятие сходимости, как устроены пределы, абсолютно не зависит от того, берете вы, скажем, первую единицу, или, скажем, одну вторую, или любое другое число. Так что это в некотором смысле баловство. Это просто написали какие-то аксиомы и поняли, что есть вот такая функция, удовлетворяющая эти аксиомы. Намного интереснее все это будет для поля рациональных чисел. Давайте от всех вещественных чисел перейдем к рациональному. Для множества рациональных чисел и для любого простого числа p есть так называемая поэтическая метрика. Смотрите, любое рациональное число a разделить на b можно представить в виде произведения какой-то степени простого числа p и дроби. То есть, смотри, что мы делаем. Число a, разлагаем на простые множители, выносим b в степени. Число b, разлагаем на простые множители, выносим b в степени. Делим, получаем b в какой-то там степени. А альфа и бета уже не делятся на b. Любое динолевое число, так можно представить. Давайте зафиксируем любое число между нулём и единицей, число t. Для того, чтобы не тратить лишнюю букву, довольно часто берут какое-то конкретное число, например, одну петлю. Ну, или если угодно, можно одну вторую взять. Неважно, какое-то конкретное число. И назовём значение метрики именно t в степени m. Понятно, что для произведения всё будет хорошо. Потому что если у вас одна тропа есть, и вот в такой виде представлена другая, когда мы перемножаем, показатели сложатся, всё будет замечательно. Но верно ли нерагонистик треугольника? Да, верно. Более того, оно верно даже в более сильном варианте. f от суммы не больше максимального значения функции f. Давайте это так. Если а разделить на b, даёт нам b в степени n, умножить на какую-то там альфа разделить на b, где альфа и бета не делятся на b, а c разделить на d. Это b в степени m, умножить на альфа разделить на дельта. Можно для определённости считать, что n будет не больше, чем m. Ну, из двух чисел, одно больше, другое меньше, или не равно. Замечательно. Складываем, выносим b в степени m за скупку. b в степени n написали, а здесь написали b в степени m минус n. Это не отрицательное число. Приводим к общему знаменателю и обнаруживаем, что b в это дельта не делится на b. Значит, в принципе, вот отсюда может вынестись какая-то степень. Но, когда вы будете вычислять f от числа a разделить на b плюс c разделить на d, то вы получите t в степени, по крайней мере, n, или больше. Значит, это будет не больше, чем t в степени n. Но это и есть f от a разделить на b. Мы доказали усиленное неравенство треугольника для поэтической метрики. А есть ли еще метрики? Существует, кроме метрики вида модуль нашего числа в степени ρ, где ρ больше 0 и не больше 1. И вот кроме поэтических метрик существует еще какая-нибудь. Нет. Это так называемая теорема Астрожского. Любая метрика, определенная на полирациональных числах, это или модуль, возведенный в степень, или это поэтическая метрика. Доказать ее не так уж сложно, но доказательство четко делится на два случая. Одна ситуация, которая приведет к поэтическим метрикам, это когда функция f от всех натуральных числа, от любого натурального числа, не больше 1. Давайте это разфиксируем. Для любого натурального числа n, f от n не больше 1. Это один случай. И другой случай. Существует натуральное число, f от которого больше 1. Ну вот, первый случай рассматривать намного легче, поэтому давайте с него начнем. Так, главный не Архимедов случай. Здесь написано, значит, простые числа. Давайте объясню, откуда все это берется. Если от любого натурального числа метрика не больше 1, то либо от всех она строго равна 1, ну и тогда, собственно, она везде равна 1. Потому что, смотрите, f от минус 1 набор, мы получаем очень просто, f от минус 1 умножить на f от минус 1, это f от единицы. Но f от единицы это единица, а f от минус 1 должно быть больше 0. Какое число умножить на себя дает 1 и при этом больше 0? Только 1. Значит, тогда от всех целых чисел f будет равно 1, ну и от траве тоже f будет равно 1, очевидно, может. Значит, интересен случай, когда f от какого-то числа будет, будет, собственно говоря, меньше 1. Вот эта ситуация, когда f от всех ненулевых равно 1, а 0 0, это, конечно, метрика, но это тривиальная метрика, поэтому, разумеется, ее никогда не обсуждают, потому что ничего интересного там нет. Итак, пусть для какого-то натурального числа f будет меньше 1. Разложим его на простые множители. Если среди этих простых множителей есть только одно число, такое, что f от него меньше 1, и вообще это происходит на свете, в принципе, только одно такое простое число, то очевидным образом мы получаем поэтическую метрику. Потому что любое число, мы предлагаем, что простые множители, от всех, кроме одного, это будет единица, значит, важно только какое-то одно. Вот надо значение функции от него обозначить буквой t, и все получили. Интересен случай, когда есть разные простые числа. Представьте себе, что есть два разных простых числа, p и q, такие, что f от p меньше единицы, и f от q меньше единицы. Тогда все легко. Вы берете число f от q, оно меньше единицы. Возводите его в большую и большую, правильную степень. Так, чтобы получился результат меньше 1,2. Вообще функция f от q, возведенная в катой степени, прекрасно стремящимся к бесконечности, стремится к нулю, поэтому такой натуральный экзот, конечно, есть. Точно так же есть натуральное m, такое, что f от p в степени m меньше 1,2. Но числа П в степени М и К в степени К взаимно простые, потому что П и К это разные простые числа. Значит, существуют такие целые Х, И, 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 конечно, будут разных знаков, но это не важно. Целые числа, такие, что единицы, это П в степени М умножить на Х, между К в степени К умножить на И. И вычисляем тогда Ф от единицы. Ф от единицы это Ф от вот такой суммы. По нераницу треугольника это не больше, чем Ф от преж得的 м умножить на Ф от Х плюс Ф от буквы в степени К умножить на Ф от Е. А это не больше единицы, потому что у нас Ф от любого натурального числа и от целых тоже не больше единицы. И Ф от Е тоже не больше единицы. Замечательно. Значит, вот здесь меньше 1,2, а здесь не больше единицы. Меньше 1,2, не больше единицы. Значит, все это получается меньше, чем 1,2x и 0,2. Мы получисла вот представленные неранес enhanced. Единица оказалась меньше, чем 1 вторая плюс 1 вторая. Значит, простое число единственное. Простое число, для которого f от p меньше единицы, 1, 2 таких не бывает. Их мы полностью рассмотрели, не архимеду в случае. Выяснилось, что если f от всех целых чисел не больше единицы, то обязательно это поэтическая метрика. Немножко сложнее разобрать случай архимедов. Архимедов в случае теории Мостровского. Пусть для некоторого натурального числа n f от n больше единицы. Для того, чтобы нам полегче было дальше оценки писать, пусть f от k меньше или равно единице для всех предыдущих натуральных чисел. Между прочим, в этом месте можно было написать вот эти неравнисты. Тогда вторую часть доказательства Ремостровского можно было бы рассказать чуть-чуть по-другому, раскладывая по такому числу любые натуральные числа. Но это, чтобы знать, уже пошел спор педагогических школ. Просто если бы я здесь не написал, то нужно было бы взять в чисел f от одного, f от двух, тогда f от минусом. Взять самое большое, и здесь вот оно бы было в качестве множителя. А я давайте так буду рассказывать. Любое натуральное число можно записать в системе числения по основанию n. Вот это вот n личная система числений. То есть, вот эти а маленькие, это цифры, числа от нуля до n-1. И вот у нас есть такое равенство. Тогда метрика от m большого не больше по неравнисту треугольника, чем вот такая сумма. Надо от каждой цифры посчитать и умножить на метрику от соответствующей степени числа n. Но мы же договорили, что эти не большие единицы, ну или там константу какую-нибудь надо было бы писать, если бы я забыл. И тогда получается, что f от m не больше, чем сумма такой вот геометической прогрессии. Замечательно. Мы знаем формулу для суммы геометрической прогрессии. f от m не больше, чем f от n с кем-1 минус 1, разделить на f от n с минус 1. Так, сейчас замечание, которое давно надо было сделать, что, понимая, что треугольника, f от натурального числа не больше, чем само это число. Поэтому, если у нас f от n больше единицы, то это можно представить в виде какой-то там степени, где ρ не больше, чем единица. Отлично. Теперь пишем, вместо f от n пишем n в степени ρ, остальное, собственно, переписываем. Здесь пишем меньше, потому что я-то минус единицу относил, не ваше, это мелочь. Вот, выносим n в степени ρ и замечаем, что n в степени s не больше, чем m. Потому что даже если все остальные цифры занулить, и самую первую, знаете, поставить единицей, то это будет n в степени s. Значит, вот это n в степени s точно не больше, чем m. И значит, мы получили вот такое неравенство. Ну, казалось бы, ничего хорошего, потому что здесь какое-то непонятное число, но, и это является, пожалуй, самым красивым в доказательстве теории мастровского, мы сейчас вспомним, что вот это вот неравенство, оно было выполнено для любого натурального числа. И в результате, вот как Барон Мюнхгаузен, который себя вытаскивал за волосы, помните, из болота, это самый надежный способ спастись, вот мы сейчас спросим, что мы вместо числа m подставим все его степени. Если неравенство верно для любого натурального числа, то и для любого числа вида m в степени r, где r натуральное число, мы будем вот такое неравенство иметь. Извлекаем корень r при степени и получаем здесь, смотрите, некое постоянное положительное число, из которого извлекается корень. Причем r можно брать сколько угодно больших. Корень из любого положительного числа при стремлении r в бесконечности стремится к единице. Поэтому вот это число будет стремиться к единице, и мы получили неравенство. f от m меньше или равно, чем m в степени r. Заметьте, пожалуйста, если бы я вот там не говорил меньше или равно единице, то все было бы так же за единственным исключением. Здесь была бы та самая константа, максимум из чисел f от единицы, f от двойки и так далее, и точно так же бы все единосит получить. И вот дальше, что называется, сколько годических школ. Одна школа говорит, что в этом месте надо же останавливаться. Потому что надо просто объяснить, что вообще-то можно было разлагать по любому натуральному числу, которое больше единицы. Мы могли вот здесь вот не требовать, чтобы f от n было больше единицы, а требовать только, чтобы n было больше единицы. И в таком случае все равно есть геоничная система, и все равно все это будет верно, но единственное, вот это будет некоторая константа в оценке, но в этом месте у нас все получится. В этом месте у нас есть следуюточка константа, а r будет все равно стремиться к бесконечности, но все равно получится. И в таком случае выяснится такое вот неравенство. А дальше уже понятно, что если это верно для любого числа, то, собственно, все эти показатели должны быть одни и те же для всех чисел. Ну вот, намекнув на такой способ, когда нужно просто сказать несколько слов, а, собственно, все выкладки уже проведены, давайте я сейчас расскажу, как с этим делом обстоит в другой бедагогической школе. 1, n, n квадрат, n и так далее, это последовательность, разрастающая, стремящаясь к бесконечности. Значит, число m обязательно расположено между какими-то соседними степенями. То есть, вот, если оно так записывает в звоночной системе, то оно больше равно чем n в степени s и меньше чем n в степени s плюс 1. Замечательно. Так и давайте число m представим в виде n в степени s плюс 1 минус 1. В таком случае верно ли равенство треугольника? n в степени s плюс 1 это m плюс l, значит, f от n в степени s плюс 1 это f от n плюс l не больше, чем f от n плюс f от n. Значит, f от n не меньше, чем n в степени рога. Помните, да? f от n в степени рога. Множить n плюс 1 минус f от n. Но l это правильное число. И мы уже знаем, что для любого числа f от n не больше, чем n в степени рога. Значит, минус f от n не меньше, чем минус l в степени рога. Отлично. Теперь, что же мы делаем? Мы говорим, что число l меньше или равно, чем n в степени s плюс 1 минус n в степени s. Почему это так? Ну, потому что m было заключено вот в таких пределах, да? m было не меньше, чем n в степени s. Значит, l будет, наоборот, не больше, чем n в степени s плюс 1 минус n в степени s. Замечательно. Значит, я здесь могу заменить число l на вот эту вот разность. Вынести n в степени рога s. И замечательным образом здесь получается некоторая постоянная величина. И мы получаем вот такое вот неравенство. f от n больше или равно, чем n в степени рога минус n в степени рога минус 1 в степени рога умножить на m в степени рога. Господа, я повторяю, что это на самом деле не обязательно было все делать, потому что можно было просто ограничиться фактически первой частью доказательства. Но уж более прием красивый. Давайте опять поймем, почему из этого неравенства следует, что на самом деле f от n не меньше, чем n в степени рога. Дальше опять возводим в большую степень. Если неравенство верно для любого числа, то оно же верно и для любой степени. f от m в степени r больше или равно, чем n в степени рога минус n минус 1 в степени рога. Совершенно не важно, какое здесь число, где это, постоянная величина, умножить на m в степени рога. Замечательно. И вот когда он извлекает корень рога степени, то получается, что f от m больше или равно, чем корень рога степени из n в степени рога минус n минус 1 в степени рога умножить на m в степени рога. Когда r стремится к бесконечности, получается, что f от m не меньше, чем m в степени рога. Потому что в подкоре стоит постоянное число, а это означает, что корень рога степени стремится к единице. Но если не больше и не меньше, значит равно. Теория Мостровского доказана. Оказывается, не архиментова метрика, это просто само число, возведенное в степени рога. Продолжение следует...